Мы снова в Эдинбурге. Невозможно поверить, что такие многоэтажные дома строили в средневековье. Продолжение следует... Продолжение следует... Пойдем прогуляемся в деревню Дин. Это несколько минут ходьбы от центра Эдинбурга. Это живописное место, которое всем обязательно рекомендуем посетить, если вы приехали в Эдинбург. Деревня Дин упоминается еще с начала 12 века. Название деревни Дин означает глубокая долина. Это бывшая деревня, расположенная непосредственно к северо-западу от центра города Эдинбург. Сюда невозможно попасть на экскурсионном автобусе. Сюда можно прийти только пешком. Так что не пропустите это место, будучи в Эдинбурге. Более 800 лет в деревне занимались помолом зерна. Когда-то там было не менее 11 работающих мельниц, приводимых в движение водой из речки Отерлей. Здесь не только мололи зерно для всей округи, но и выделывали кожу. И еще делали разные вещи, для производства которых требовалась проточная вода. Многие старые мельницы переделаны под современное жилье. Жилье далеко не дешевое, даже в сравнении с центром Эдинбурга. Чудное спокойное место для прогулок. Зафиксировали себя. Прогуляемся вдоль живописной реки Лейт. Прогуляемся вдоль живописной реки Лейт. Старые жернова от мельницы. На этом месте располагалась мельница. Впереди виден огромный мост. Мост был открыт в 1833 году, и деревня постепенно стала приходить в упадок. Так как дорога через деревню потеряла свою актуальность после постройки моста. Из-за строительства гораздо более крупных и современных мукомольных заводов в других районах Шотландии. Привлек мое внимание этот дом около моста. Старый дом построен примерно в 1670 году. Сборщик пошлин собирал тут деньги за проезд по дороге, ведущей в деревню Дин. Этот дом был также гостиницей. Гостиница существовала до строительства моста. На дымовой трубе можно увидеть горгульи, каменные чудовища. В 19 веке здесь держали экипажи для перевозки людей и грузов. Этот дом уходит вниз еще на несколько этажей, на фронтоне, над окном. Судья, сидящий на троне и держащий весы правосудия. Надпись на латыни. Без бога все напрасно. Надпись на пороге дома. Если перевести на современный язык, то получится, что эта надпись означает «офис для экипажей». Этот барельеф был взят от более старого дома, который был построен в начале 17 века. Скорее всего, со старой мельницы. Булыжная мостовая мне напомнила город Ригу. Интересно, этот булыжник тоже из Швеции привозили. Возвращаемся в центр Эдинбурга. Возвращаемся в центр Эдинбурге. Возвращаемся в центр Эдинбурге. Возвращаемся в центр Эдинбурге. Субтитры сделал DimaTorzok Решил на часик-другой заскочить в Национальный музей Шотландии Как я не люблю посещать музей в темпе бега, но выбирать не приходится Вход в музей свободный, конечно, далеко все не осмотришь за короткое время Музей большой, требует достаточно много времени для осмотра Я далеко не все осмотрел в музее, но что попалось на глаза, покажу Такое ощущение, что в музее собрано все и отовсюду QR-код сайта музея на экране И ссылка под видео Робот складывает из букв слова по требованию Механические станки, работающие от водяной мельницы и от паровой машины Знаменитая овечка доля Первая о части, успешно клонированное животное Мечта нумизмата Ткацкий станок Модель и сама паровая машина Джеймса Вата Машинки Самолетики Паровозики Чем и как раньше ловили лосося Что меня приятно поразило в музее Это башни с часами Миллениум Повторяет форму средневекового собора Ее высота составляет чуть более 10 метров Представляет собой краткое изложение всего лучшего и худшего 20 века Замысловато анимированная конструкция состоит из четырех частей Склепа Нефа Колокольни И шпиля У каждой движущейся фигурки Есть свои истории, которые они рассказывают И секреты, которые они скрывают Пять мастеров внесли свой вклад в создание часов Тим Стеэт Мебельщик Эдуард Бесуцкий Кинетическая скульптура Аника Санстрим Художник по стеклу Юрген Тюбеки Часовщик И Мэгги Леннерт Иллюстратор Юрген Тюбеки Юрген Тюбеки Юрген Тюбеки Старое оружие Много оружия Пистолеты Сабли Мушкеты Игра Керлинг Пришла из Шотландии Гольф Тоже Шотландское изобретение Курительные трубки И шотландские курильщики Огромный самогонный аппарат для производства виски Различные инструменты для истязания ведьм И много других интересных экспонатов Но посмотреть все, времени уже нет Рекомендую посетить этот музей Тем, кто будет в Эдинбурге После посещения музея Зашли в паб Поели Даже еду не сфотографировал Очень жрать хотелось Пиво шотландское сфоткал Пиво, кстати, так себе И пошли гулять в сады Принцесс Стрит Принцесс Стрит Прекрасный фонтан Роса На фоне замка Эдинбурга Много людей фотографируются на фоне фонтана и замка Ну и мы не удержались от соблазна Сфотографировались Фотографии Я и фонтан Фонтан Роса был изготовлен во Франции В 1862 году Он был приобретен оружейником Дэниелом Россом За 2000 фунтов стерлингов И впоследствии подарен городу Эдинбургу Также прогулялись вдоль многочисленных памятников Установленных в этом саду Памятник шотландским серым Королевскому шотландскому полку Драгун Участвующим в боях в Африке В конце 19-го в начале 20-го века Памятник медведю Войтаку Который был талисманом в польском военном полку Во время Второй мировой войны Остаток жизни медведь провел в Эдинбургском зоопарке Мемориал американцам шотландского происхождения Которые воевали в Первой мировой войне Статуи художнику Алану Рамзи Там еще много памятников Но как всегда на все времени не хватает На одном из кладбищ в Эдинбурге Есть обелиск Джорджу Вашингтону Кладбище находится недалеко от железнодорожного вокзала Это, наверное, единственный памятник Американскому президенту в Великобритании Дело в том, что много шотландцев Воевали за независимость Соединенных Штатов Америки Против англичан Сейчас в Америке проживает около 5 миллионов потомков Выходцев из Шотландии Население Шотландии сейчас примерно тоже 5 миллионов человек Или как говорят шотландцы сами о себе Нас в Шотландии 20 миллионов Вместе с баранами Но сейчас уже меньше Поголовье баранов сокращается Раннее утро 1 июня Едем в аэропорт Летим домой в Англию Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова